Я читал недавно такую историю, как одному человеку, я забыл его фамилию, но у него типа вашей фамилии было и имя типа вашего было. Он преподавал, профессором был в МГУ, ему предложили кафедру преподавания, это было в те годы, но ему сказали, вам нужно только национальность поменять. Короче, он пошел в МВД, и девочка, которая принимала бумажки, спрашивает, какую вам национальность, какую национальность вы выбираете. Ну, он прикололся, там же, как мы писались, еврей, да? Он говорит, напиши иудей. А она открыла каталог, там нет такой национальности иудей, и она написала индей. Короче, поставили его. Я извиняюсь, я знаю, что это невозможно, но я попробую, я попробую, чтобы объяснить это в другом языке. Из-за того, что я хочу объяснить нашим гостям, в former Soviet Union, в паспорт, это не было только citizens of the USSR, это также было национальность. So, one guy, Jewish guy, was professor in very special university. And they tell him, look, you can be in very high position, but you should change your nationality. Because it was very, very anti-Semitic statements. So, he came to Misrad Apnim, interior ministry, and tell them, in Russian, it was Jew, it was еврей, Hebrew. And he wanted to make some fun, so he tell, change my nationality from Hebrew to Jew. And in her catalogue, it's not what exists, the word Jew, but was something connected to Indian. So, she didn't realize it different, she put Indian. So, he became high position, he died in age 101, very old person, but always laugh about the situation. So, ситуация кончилась тем, что человека поставили на эту позицию. Он был единственный в России, там, Абрамович Индей. И он умер в возрасте 101 год. Такой вот прикол. Это по поводу Галины и Голды. Как ваша фамилия? Сахаров, да? А если более точно Сахарович, а если еще более точно Сукерман. Хорошо. Я сегодня буду проповедовать проповедь из книги, которую многие немножко побаиваются. Угадайте, какая это книга? Естественно, какой книги все побаиваются? И я тоже по жизни немножко побаивался. Потому что установились такие стереотипы и стигмы, что на откровение нужно что? Откровение. На откровение нужно откровение. Ну, на самом деле есть чего-то в этом. Но какое-то время назад я включил какую-то программу религиозную по телевизору. И там один мужик резал рукой в воздух и говорил, вот на небесах соберутся мириады людей, будут воспевать Богу хвалу и бла-бла-бла. Я подумал, откуда он взял это? И он ссылается на откровение, такая глава. Там действительно написано, видел я перед престолом тысячи тысяч, мириады людей. Но, я подумал, разве это небеса? Это просто образный взгляд пророка. Когда он видит, что Творцу поклоняются живые и мертвые, те, кто там и те еще здесь. То есть, очень много в откровении, это просто пророческий еврейский язык, который мы должны как бы умеленно принимать и анализировать. Также, в откровениях очень много разных обстоятельств. Если мы читаем эту книгу, то частяком можем видеть, как вещи, которые там прописаны, сегодня вокруг нас случаются. Я хочу с вами пройти 12 главу откровения. И тема моей проповеди будет называться очень просто. «Имеющие Тору и свидетельство Ешуа Гамашиаха». То есть, люди, которые в своих руках имеют что? Тору. И что еще? Свидетельство Ешуа. Пять минут назад. О чем Дима здесь проповедовал? О людях, которые имеют заповеди Божии и Руаха Кодеш. Я удивляюсь, мы частяком с ним проповедуем одинаковые вещи, только с разных мест. И в Писании я замечаю интересные тоже штуки. Там частяком есть истину я вам говорю, амен я вам говорю. Помните такие слова? А иногда бывает амен, амен говорю вам. Вы знаете, что значит в еврейском богословии выражение амен, амен? Кто знает, что это? Это непоколебимая истина. То есть, вообще там нету каких-то. Итак, Тора и Двара Дуна. Или Тора и свидетельство Ешуа Мессии. Знаете, я вначале пробегу и прочитаю 12 главу Откровения. Откровение Раме можно высветить на 12-е Откровение на этом вот. Я пришел, когда... С первого стиха я всю главу буду проходить. Что-то я полюбил в Писаниях смотреть глобалистки. Не каждый стишок разбирать, потому что, когда каждый стишок разбираешь, иногда какая-нибудь вещь войдет в голову и не поймешь, откуда это. А так ты видишь, как бы, вот он текст. Я сейчас буду читать. Давайте прочитаем быстро. Явилось на небе великое знамение. Женщина ли, жена, облаченная в солнце под ногами и лунами, головею венец из 12 звезд. А что так тяжело это? Она имела в очереди и кричала от боли ему к рождению. И другое знамение явилось на небе. Большой и красный дракон, 7 голов, 10 рогов, на голове его и 7 диадим. Хвост его, хвост, длинный хвост, увлек с неба треть звезд. И поверх их на землю дракон встал перед женой, как в этих фильмах «Годзилла», помните? И которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. То есть женщина была беременна, а дракон хотел пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы, жестом железным. И восхищено было дитяю Богу и престолу его. А жена унижала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. И Харель, и ангелы его воевали против дракона. И драконы-ангелы его воевали против мир. Но не устояли именно драконы и его ангелы. И не нашлось жить для пикмейства на небе. И незвежен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвеженную на землю. И ангелы его незвежены с ним. И услышал я громкий голос, патрик, говорящий на небе, ныне досталось спасение и силы царства Бога нашего и власть машиаха его. Потому что незвежен плеветник братьев наших, плеветавший над них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью, админ за словом свидетельства своего и возлюбили души своих даже до смерти. И так веселитесь в небеса, обитающие на них. Но горе, живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что незвежен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И до ныбори жене два крыла большого огла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей, сперченную воду, как реку, чтобы увлечь ее рекой, но утопить эту женщину. Дальше. Но земля помогла жене, и не разверзла земля устасла, и потопила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И разверебел дракон на жену, и пошел, чтобы ступить в брань, с прочими отсеменными ее, сохраняющими заповеди Божьи, и имеющими свидетельство Ишло Амашеха. Ну, текст такой немножко драматический, да? Драма. Посмотрите фильм «Годзилла», оно вам поможет, как бы будете иметь представление. Посмотрите фильм «Апокалипсис», тоже вам оно поможет, там показано, как земля разверзается. Помните этот фильм, когда там все тряслось? Но на самом деле здесь очень много образов. Я хочу пройтись, здесь все-таки есть очень четкое послание к нам. И пусть Господь поможет нам понять. Я начинаю с первого стиха. Пожалуйста, опять первый стих. Почему важно... Это что еще? Это первый стих. Почему важно читать полностью? «И явилось на небе великое знамение, женщина, облеченная в солнце под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд?» Какое-то время назад я эту главу разбирал со своей семьей. И когда я спросил, что это? Мой сын, знаете, что сказал? Что это за женщина с 12 звездами? Он говорит, это же Европа. Флаг объединенной Европы, там 12 звезд. Я подумал, вау! Никогда бы не подумал про это. Но почему важно читать текст, чтобы не приходить к таким выводам? «Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения, и другое знамение явилось на небе». Пожалуйста, перелистывайте, ребята. «И другое явление явилось на небе. Большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его диодим». Угадайте, какой коммент был на... Кто такой дракон с этим хвостом и диодинами? «Диодинами». Не, ну что мне дети сказали? Угадайте. Китай. Ну что, все фильмы там, вы не помните, с этим драконом трансуют. Но на самом деле, там не Европа, а здесь не Китай. Но, как бы, воображение хорошее. Хвост его увлек с неба. Третью часть звезд поверх на землю. Дракон всей стал предженою, которой надлежало родить, когда... дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца, ну, пятый стих, мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жестом железным, и восхищена дитя ее к Богу. Кому по Писанию надлежит, давайте как бы от пятого стиха вверх, надлежит пасти все народы жестом железным. У нас даже нет никаких сомнений, что это конкретно про Господа и Спасителя и Иешуа. И я уже многократно учил, что человечество было сотворено с великой славой. И я учил, что по Писанию человек это венец творения. Но мы пустились из-за того, что случилось в Эдеме, во все тяжкие грехи. Но некто из колена Иудина победил грех, восторжествовал над смертью, и посажен на небесах. И сей есть Ишуа Господу, я хотел сказать человеку, вроде неправильно, Сыну Божьему, рожденному во плоти, победившему смерть и грех. была дана величайшая позиция. Если ее сравнивать с библейскими какими-то образами, помните, был такой фараон, и был поставленный над всеми человек Йосеф. Фараон ему говорит, только престолом я больше тебя. Это как раз то, где находится Господь Иешуа. Только престолом Творец миров. А там Иешуа распоряжается всем. И написано, что родила этого младенца женщина, у которой под ногами луна, над головой солнце, и у нее вокруг нее 12 звезд. Пониматься очень легко. Тот же Иосеф когда-то видел видение, из-за которого на него сильненько разозлились братья. Кто помнит это видение? Там была луна поклонилась, солнце поклонилась, и 12 звезд. Это конкретно наш народ. Женщина это Израиль, еврейский народ, из которого произошел Машиах. А дракон, мы уже и прочитали, древний змей, сатана, обольщавший все. и написано женщина 6 стих убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней. Кто-то знает, что такое пустыня, куда убежала женщина? Египет, да, нет, какие? Вифлеем, еще. Ну, женщины, то есть, дракон хотел пожрать младенца. Вы помните, Ирод хотел убить Ешуа, потом заговор, потом Понтий Пилат, потом все, но их дело не прошло, потому что это был план Господа, чтобы он был распятый, воскрес из мертвых и вознесено было дитя к небесам. И тогда Сатан кинулся на женщину. И в истории еврейского народа произошла масса трагедий, особенно после того и погромы, которые организовали римляне, как минимум два величайших рассеяния, потом после Бархофбова все-всех раскидали, инквизиции и прочее, жена убежала в пустыню. Ну, что же такое пустыня? Израиль это не пустыня. Как сказал один известный раввин Веленский Гаон. Израиль это как чаша, а евреи это как вино. Вино должно быть в чаше. Здесь кажется внешними глазами, что здесь пустыня и жарко и сложно, но в глазах Господа это идеальное место для еврейского народа здесь. А пустыня следственно что это? Галут. Диаспора. Но наш народ ему нравится диаспора. Классно мы живем в Москве и в Лондоне, в Нью-Йорке и в Мельбурне, в Берлине. Мы там круто, и в Торонто. Мы там круто живем. Там хозяевами самых больших домов являются наши соотечественники. Но Писание говорит, что это пустыня для Израиля. Как ни странно, было время, когда здесь евреи не могли выжить, но там в пустыне и сие была воля Господа. Они выжили. Факт. И даже поднялись. Правда, некоторые стали настолько плотскими людьми и настолько отодвинулись от Господа, насколько вообще это возможно было. Но хоть живы остались. Писание говорит, что заповедь жизни привозной смыслов всем. Господь сохранил нас в пустыне. Жена убежала в пустыню народов. 1260 дней. Кто-то знает, что это? Третье попадание народа. Как? А что это значит? Ну, вот вы знаете, а я нет. Я не знаю, что это значит. Что значит, то и значит. Нам, знаете, говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Есть некоторые вещи, где толковать не нужно. Беседр день за год, год за два, один за тысячу. Я затрудняюсь цифрами. И здесь вот было несколько толкований принимается и не принимается одновременно. Вы знаете, в чем суть еврейского подхода к священным писаниям? Это когда за одним столом собирается 15 человек, у каждого есть по два мнения, и они не согласны друг с другом и сами с собой. Но никто не встает из-за стола, все продолжают мирно кушать, мирно болиться и говорить благословен Господь, дающий все из земли. Поэтому некоторые вещи мы не обязаны соглашаться. Я не знаю, что значит 1260 дней, но если кто-то знает, нормально. Но 7 стих произошла на небе война Михаила, ангелы его воевали против дракона и драконы ангелы воевали против них. Дальше. Но не устояли, нашлось им уже место на небе. Дальше. И неизбежен древний змей, который сатана и дьявол, который обращал на землю. И ангелы его с ним. Дальше. Нет, назад. 9 стих. И здесь написано в каком стихе где этот стих? Где тут треть была? Я прочитал его и пропустил. Четвертый стих. Если мы вернемся в четвертый стих, там написано хвост дракона увлек с неба третью часть звезд и поверг на землю. Сейчас вернитесь назад к тому стиху, с которого мы читали. Знаете, где я понимаю эти стихи? Кто знает, как устроено правительство в нормальной стране? Находится вот здесь президент на вершине пирамиды. Под ним есть целая куча министерств. Правильно? Министерства внутренних дел ПНИМ, Отца, Арцова, все, все, все. Под каждым из этих министерств есть своя пирамида. И там есть целая куча саб органов, которые проводят политику, которая согласована с президентом, министр, и вот под ним все эти помощники пошли исполнять. Так устроено всякое правительство. Писание говорит, что Сатан в свое время, кем он был? Правильно, он не был ангелом. Ангел это другое существо. И Серафим это другое существо. Но он был помазанный херувим. То есть он там был в каких-то духовных высотах. Очень сложно истолковывать. Я боюсь подписаться под каждым словом. Это мои мысли. И под ним было министерство. Это министерство было очень обширным. Оно состояло из многих мириад служителей. Писание говорит, что это составляло треть от всего этого ангельского состава, потому что звезда, которая увлек треть звезд. Есть места параллельные, особенно в книге Иова, намеком звезда и ангел это примерно одно и то же. Ну вот так по крайней мере можно понять. И знаете как? Вот министр этого министерства ушел куда-то и все министерство, поскольку были структурно подчинены ему, хотели не хотели, но что им пришлось? Пойти за ним. И они составляют вот ту демоническую неправильно бесы или демоны это не ангелы, но составляют ту структуру зла, над которой восседает дьявол. Но писания говорят, что произошла война, они проиграли не Богу. Бог ни с кем не воюет. Угадайте почему Бог творец ни с кем не воюет? А? Ага, с ним невозможно воевать. Творец миров. Его дыхание иссушает горы. Михаил, один из высоких архангелов, воевал против дьявола. И ангелы того, короче говоря, эти бы низвержены на землю. на самом деле вот этот стих тоже непросто понять. Так что до сего момента дьявола не было на земле? А кто там в Эдемском саду крутил мозги нашей прапраматери? А кто возбуждал те древние поколения до потопа возмутиться против Господа? Разве не тот же есть такое местописание, которое говорит, что Бог посадил семена, а враг что посадил? Плебелы. То есть доброе и злое произрастает вместе. В римлянах есть другое выражение. Там написано, что ибо когда увеличился грех, увеличилась что? Благодать. То есть бывают ситуации, когда концентрация дьявольского вмешательства на земле после того какого-то события, про которое мы читаем там, на земле стало больше. Но что стало также больше на земле? Соответственно присутствие Господа. Потому что это очень связано с тем, что написано «А я пошлю вам, Духа утешит». И до того как Ешо вознесся на небеса Святой Дух бывал на земле. Кто знает, что Святой Дух до времен Ешо был на земле? Что думаете, Муше руководствовался просто заученными в египетском дворце знаниями? Забудьте, что пророки двигались просто потому, что им захотелось о них тоже дополнял Дух Святой. Но концентрация что-то изменилась. Увеличилось количество добра, но увеличилось количество зла. Я помню в новостях христианских была такая вот штука «Аллилуйя! В Бразилии массовые пробуждения, тысячные общины собираются и начинают веровать в Бога Израилева». Кто слышал про это хоть как-то? А вы знаете, что параллельно с этим в Бразилии стали набирать популярность ихние вот эти голые карнавалы, которые по-другому как сатанинскими оргиями не назовешь. То есть одно и другое обычно идут вместе. И вот мы живем вот в это странное время, когда противостояние добра и зла становится очень ясным. Злой ислам, злой ислам, злой ислам говорили 20 лет назад. Но 20 лет никто не видел то, что видели 3 дня назад по телевизору, когда в черном одеты британец, уже знают его имя и фамилию, который вообще родился в христианской стране, но обратился в ислам, просто перед телевизором поставил на колени американского журналиста и в прямом эфире отрезал ему голову. Такого раньше не было. то есть были злой, но посмотрите, что стало. Мы говорим, люди стали добрее и лучше, а Валь, посмотрите, что стало. Вот это низвержен древний змей. и обострились и обострились очень многие вещи. И услышал я громкий голос, 10 стих. На небе ныне настало спасение силой царства Бога нашего и власть Машиеха его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших них пред Богом день и ночь. То есть, с одной стороны зло сильно возросло, но с другой стороны есть люди, я не думаю, что их очень много, которые все цело посвящены Господу. Я лучшего мнения был, и я хочу быть лучшего мнения, но многие из нас, вот как Дима проповедовал в Порошат-Шавуа, не люди проклятия или благословения, а очень часто люди чего? Компромисса, шара посерединке. И Писание призывает нас сегодня особенно, когда мы читали Порошат-Шавуа Раэ, избери правду, избери благословение, отодвинь флирт, отодвинь гадость от твоих глаз, есть обман, игнорируй его, увидел, поймал себя, что твои луста, это помойная бочка, покайся, увидел, что твое сердце стало злым и непрощающим, не можешь сам прийти к старейшинам, покайся, попроси, иногда нужно. Вы знаете, я себя периодически нахожу часто опустошенным, потому что сегодняшний мир очень сильно стал напоминать насос, который высасывает. И я прихожу к людям, пастор приходит к людям, да, и говорю, помолитесь, потому что я чувствую, что просто никакой. Поэтому Писание нам в эти дни особенно говорит, смотрите друг за другом, дабы кто не лишился помощи или благодати, или благословения Божьего. Имейте по пятницам эту особенно, но можно и в другие дни. Собирайтесь вместе, молитесь друг за друга. Это здорово. Незвежен клеветник братьев наших, клеветавши на них перед Богом день и ночь. Знаете, сатан, он обманщик, и он враг человека, но как вы думаете, может ли он творить против нас произвол? Нет. Только то, что Бог ему позволяет сделать, это мы по Писанию видим, но очень часто мы, люди, соединяемся с ним. Как он вредит нам, клевещет о нас. К сожалению, очень часто мы, люди, здесь творим произвол, клевета на брата, на сестру, оно на иврите. Знаете, как звучит? Кто знает, как клеветать на иврите? Лесатен. Сатана лесатен. Поэтому, когда ты начинаешь лить мусор или помой на твоего брата и сестру, ты становишься вровень понятно с кем. Очень будьте аккуратны со своими устами. Это не значит, что мы не можем рассуждать ни о чем. Нет. Но заведомо обливать человека грязью. И победа против этой грязи записана в 11 стихе. Здесь написано, они, то есть верующие, братья и сестры, победили дьявола кровью Агнца три вещи. Кровью Агнца слово свидетельства не возлюбили души своей до смерти. Что такое кровью Агнца? Как мы побеждаем кровью Агнца? Мы что, носим с собой бокал с кровью и как, что мы начинаем как это называется? Крапить? Что такое победили кровью Агнца? Какие мысли? Агнца 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 Еще мысли. Что такое мы победили? Ну скажите. Это четкое понимание. Слушайте. Четкое понимание кому ты принадлежишь и из-за чего. Что из-за тебя уплачена большая цена. Я вам дам пример. Павла привязали к столбу и хотели поколотить. Помните эту ситуацию? Но Павел очень четко знал, что у него в кармане есть американский паспорт. И он сказал, дядя Сэм за меня отомстит. Это вам не какая-то... Ну я шучу, но в те времена это было римское гражданство. Он четко понимал кто он. Мы должны и если у нас этого не хватает, как наше понимание, что мы человеки и плоть и кровь, мы должны зазубрить для себя, что Бог заплатил за нас величайшую и совершенную жертву. Это не значит, что нам ничего не нужно делать по жизни, но мы защищены от дьявола, от греха и от падения, только потому, что можем внутренне постоянно прибегать к той жертве, которая была за нас уплачена. Это то, что значит этот стих. А что такое слово свидетельство? Кто знает, какое слово свидетельство? Исповедовать, что он Господь. Еще. Ну. Ну. свидетельство о искуплении? Ну. Свидетельство о искуплении? Поднимите мне руки, скольким вы засвидетельствовали вчера о своей вере? А поза вчера? А поза поза вчера? А поза 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 фейсбук не считается. Слушайте, свидетельство это да исповедание. Это да свидетельство. Это да образ нашей жизни. Хоть здесь как бы о словесных вещах говорится, но это образ нашей жизни. Но это безусловно свидетельство. Я специально даю упор на это слово, говоря, братья и сестры. Это классно в этом миру, когда ты имеешь золотой такой комок в кармане. Что нужно делать? Никому ничего не говорить. потому что у тебя его заберут. Но когда ты имеешь там внутри, молчать нельзя. И Писания говорят нам, что когда мы имеем внутри тот избыток сердца, и тут я задаюсь вопросом, значит, может быть избытка нету? Алло? Уста говорят от избытка. Может быть этого избытка нету? Может там ничего не наливается? Может быть стаканчик вот только вот настолько полон, а должен быть до верха? Потому что по-другому ничего не изливается. Я хочу поставить какие-то вещи на определенное видно. Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог лишил вас страха, и чтобы Бог открыл вас гороха кодиша. Когда вы наполняетесь и нет страха, вы можете говорить, а когда вы не наполняетесь и есть страх, говорить не можно. И не возлюбили души своей до смерти. Это просто. Что это такое? Что такое не возлюбить души своей до смерти? Ну? Самоотверженность. Это слово не менее сложное, чем не возлюбить своей души до смерти. Что по плоти, по духу. Хорошо. Еще какие мысли? Есть такая штука, которая всем понятна. Я люблю самого себя. Это эгоизм. Это значит, что вокруг меня все должно быть. Этот для меня. это для меня. Это для меня. Все для меня. Мы же сейчас царские дети. Вы знаете, что это называется эгоизм? Раньше многие неверующие были такими черными эгоистами. К сожалению, многие верующие стали белыми эгоистами. Так вот, здесь говорится о том, чтобы мы могли ставить себя на нормальную величину и могли всегда быть расположены к тому, чтобы послужить другим людям. На Ближнем Востоке в свое время Авраам был великим человеком. Его даже называли князем Божьим. Цари приходили к нему и жали ему руку, говоря, заключим с тобой договор. А у Рама был странный обычай. Он часто сидел у входа в шатер, высматривая путника. И бежал за путником, приглашая его в свой дом, омывал ему ноги и говорил, брат, посиди, отдохни от дороги. Есть эгоизм и есть неэгоизм. Вот здесь говорится про неэгоизм. Продолжаем двигаться дальше. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. Я только что говорил, что зло, к сожалению, обострилось. По телевизору мы это сейчас можем видеть очень реально. Зная, что немного ему остается времени, когда дракон увидел, что незвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она улетела в пустыню, в свое место от лица змия. И там питалась в продолжении времени, времен и еще полвремени. Кто знает, что такое время, времена и еще полвремени? Кто знает, что это? Книга Даниила. Книга Даниила. Еще о мысли? Я не знаю. Но это опять говорит о каком-то месте спрятаться. На самом деле, в жизни еврейского народа такие времена наступили периодически. Улетали из Испании, из Англии, из России, из Польши, из Германии. Улетали из Ирана, из Ирака. Улетали иногда временно во Францию, лет так на 30, и потом приезжали сюда. Улетали в Америку. И даст Бог, все сюда соберутся все равно. Это тоже самая мысль. Выплески. Змей разозлился в Иране против нас. И пришлось эвакуировать целую общину. Разозлился в Эфиопии. И послали самолеты, и вывезли оттуда эфиопских евреев, чтобы злой змей не порвал их. Но написано и пустил змеи и спас из своей снеджины в воду, как реку, чтобы увлечь ее. Опять образный аллегорический язык. Вы помните такие моменты нашей благословенной истории, как товарищ Сталин решил всех евреев сослать в еврейскую автономную холодную и голодную область. Помните, да? С желанием организовывать антисемитские бунты по дороге, чтобы меньше доехало. Но когда он уже хотел подписать, его схватил товарищ Кондратий. Когда этого схватил такой же Кондратий Гитлера и Омана, и еще была целая-целая масса людей. Это вот все про это, но очень образным языком история нашего народа, записанная две тысячи лет назад. А читаем ее черным по белому. Только нужно включить представление и эрудицию. Но вы все очень эрудированные, поэтому я просто призываю включать это. Земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассверепел 17 стих дракон на жену. Не может много сделать. ООН хочет забомбить нас, Америка заступилась, Америка стала сомлива к нам себя вести, Франция вступилась, Германия вступилась, Путин вступился, всегда Бог кого-то по-разному поднимает, чтобы вступиться. И тогда написано, чтобы и обратился он к жене, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Ишуа Мессии. Мы видим, что здесь какая-то часть жены, кто эта женщина? Израиль. И эти отсеменей ее, то есть кто они? У них в паспорте что написано? Индейцы. Правильно? Индейцы. Индейцы. Но у них есть еще что-то, фишка какая-то в их вере. Она строится на двух вещах. Заповеди Божьи и свидетельство Ишуа Мессии. Начнем со свидетельства Ишуа Мессии и евреев. Если мы пробежим по списках синагог, которые существуют в Иерусе и Сраиль и на всем просторе мира, то увидим, что не во всех синагогах имя Ишуа Мессии исповедуется. Согласны со мной? Ну, кое-где есть, но очень-очень-очень редко. если мы обратимся как многим, которые принадлежат семени Авраама по вере, то есть церквям, то что там не исповедуется? Заповеди Божьи, которым стоит поставить знак равенства Тора, закон Божий. То есть, не то, что они его совсем отвергают, но часто говорят, это исторический подтенок, это исторический образ, это 5-е, 10-е, и многие даже говорят прямо, Тора сегодня не актуальна, потому что Тора дана через Моисея, а благодать же истинно через Ишуа Мессия. На самом деле там в Иоанна написано, что Тора через Моисея и, не А же, а И, как продолжение раскрытия благодати Ишуа принес. Это одна и та же река. Итак, на кого Писание указывает? На ту мелюзгу, которую можно сегодня назвать евреями, верующими в Ишуа, в основном принадлежащими тем или иным образом мессианскому движению. Я не говорю, что это только вот такие, как мы, 20 тысяч на территории Израиля примерно, и еще сколько-то тысяч разбросанные по всему миру. Есть еще много нееврейских общин, типа, я не знаю каких, но есть сейчас эта истика становится более актуальной, и многие общины церкви, я имею ввиду, начинают осознавать, что когда Ишо сказал, ни одна йота не придет на небе, доколе все не исполнится, и когда он сказал эти слова, знак равенства построит, то рактуально для небес и земли. Многие приходят к этому пониманию, но сконцентрированное учение и понимание, оно находится в любом случае посреди нас, посреди Исраиля. И сейчас я хочу у вас спросить одну штуку. Человек заболел, температура поднялась. Скажите, что правильно с этим человеком сделать? Дать ему акамол или отвезти его к врачу? Почему нужно отвезти к врачу? Понять, почему поднялась температура. Температура это не такая уже страшная функция, таким образом организм защищается. Но, если ты просто опускаешь температуру, ты можешь лишить свой организм защитных функций. К сожалению, современная медицина очень часто тушит симптомы, не разрушая корень. Знаете это, да? К сожалению. Но, очень важно разрушить корень. Вот, смотрите, дьявол обращается к корню, потому, что он понимает, что вот эти вот мессианские, они находятся там, в той позиции, когда они могут достучаться и до тех, и до других. Понятно, с Божьей помощью без нее вообще ничего невозможно. Но, потенциально, да. И он обращается и подавляет вас, и ваше настроение, и ваш образ жизни, ввергая в разные, разные обстоятельства, через арабов, через рынок, через ислам, через плохое настроение, через хамсин, через жаркую погоду, через неурядицы в семье, через миллион, миллион, миллион. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Я здесь почти 25 лет живу. Я думаю, что если бы кто-то затратил такого бы плана, усилия, как некоторые из нас, для того дела, в котором бы они сейчас занимаются, в любой другой стране можно было империю построить, а здесь ты все время похож на этого старика. помните? Пушкин, корыто и потресканное. Помните, да? Поймал старик золотую рыбку, она говорит, у тебя есть три желания. Он ей говорит, стакан, квас и засохни. Это фольклор. Очень часто мы похожи на старика у разбитого корыта и плачемся о себе, потому что плохо нам. И вот именно в этот момент я хочу сказать это время, когда каждый из нас должен посмотреть вверх и сказать, Господи, открой мои глаза, потому что я не зря здесь. Ты привел меня сюда, чтобы посадить меня у корня, чтобы от меня произошло благословение другим. Я проповедовал всю эту проповедь, ради вот этих стихов сказать вам, что вы имеете величайшую привилегию, две вещи в ваших руках. Тора и свидетельство Ишуа, и я прошу вас, не унывайте, потому что Бог в это время вас привел сюда. И если вы сможете увидеть, даже посреди сложных обстоятельств, то призвание, ради которого вы, да, здесь находитесь, то Роха Кодеш сможет использовать вас особенным, благословенным образом. Исайя, 49-я глава, говорит следующие слова. Рак мой, Израиль, я собрал тебя здесь, не унывай, я буду использовать тебя, чтобы провозгласить благие слова твоему собственному народу привести рассеянный Израиль в эту землю. Это Исайя, 49, 6-й, 7-й стих. И ты станешь светом до края земли. Что для этого нужно делать? Знать, кто ты и для чего ты. Знать и быть вместе. Когда вместе мы можем поддержать друг друга, сила от Господа наполняет нас. И мы можем видеть плод физический и духовный. В этом мое послание к вам сегодня. Держите это заповедь и свидетельство, призвание и не теряйте движение. И Бог обильную сможет использовать каждого. Давайте мы встанем. Прошу тебя, Господи, помощи. Прошу у тебя, Небесный Отец, поддержки. Прошу у тебя, Господь, сверхъестественного прикосновения и обновления для каждого. И я молю тебя, Господи, помоги нам видеть дальше, чем только то, что находится у нас под носом. Помоги видеть дальше, вперед. Знаю, Господь, не просто, но ты поднимающий наши крылья. И я благодарю тебя за ободрение, которое говорит, разве ты не знаешь, разве ты не видел, что не познаваем Господь. Он ослабевшему дает силы, и уповающие на него летят, не утомляются, и не падают. Помоги нам. Вашем Yeshua Масхер. И все скажем, Аминь. И варех леха, Донай, ваиш миреха. Яэр Адонай, панав леха вихунеха. Иса Адонай, панав леха. Ваишем леха шалом. Будьте благословенны. Сем шаббат шалом. И шаву отток. Вашем Yeshua Масхер. Аминь.